Шалом! Мы продолжаем разговор о том, можно ли быть верующим без общины и если община нужна, то что это такое, зачем она нужна и какой она должна быть. В предыдущей программе мы исключили вариант духовного ковбоя-одиночки, поскольку Новый Завет ясно учит о том, что вера в Мессии Ешуа соединяет верующего не только с самим Мессией, но и с другими его учениками. Иначе говоря, вы не можете быть сольным учеником Ешуа. Понятно, что вера нечто очень личное, но это также нечто коллективное. У вас есть свой персональный инструмент и вы можете и должны упражняться в игре на нем дома, но если вы не начнете играть на нем в оркестре, есть большой шанс, что в конце концов вас дисквалифицируют, каким бы виртуозом вы не казались самому себе. В конечном счете вы не только и даже не столько солист, сколько участник оркестра. Мы также говорили в прошлый раз о группах художественной самодеятельности, которые претендуют на статус настоящего оркестра, если можно эту аналогию продолжить. То есть о группах верующих, которые по самым разным причинам не желают быть в одной из уже существующих мессианских общин и считают свою группу вполне достойной заменой общине. Такая группа в принципе может оказаться ядром, с которого начнется новая община. Однако чаще всего она остается небольшой и не ставит перед собой цели расти или идти к людям вообще с какой-то миссией. Члены в этой группы хорошо и так, они нравятся друг другу и получают удовольствие от общения на интересующие их темы. Вариться в собственном соку это занятие их вполне устраивает. Я называю такие группы тусовками, потому что их центр это личные интересы и личные предпочтения участников или лидеров этой группы. Участникам такой группы легко быть вместе, ведь у них есть общий интерес, объединяющий их, хотя этот интерес, конечно же, может вырядиться в ту или иную религиозную одежду, еврейскую, мессианскую, христианскую, богословную, духовную, мистическую и прочее. Но поэтому, по этой причине, любовь Агапе, любить которой Ишуа хочет научить нас, там просто нерелевантна. Ведь этой любовью люди любят не только непохожих, а даже врагов. Точнее, эта любовь способна врага превратить в друга. Ведь именно это и произошло с нами в наших отношениях с Богом, в том числе и с евреями. Бывший враг не станет таким, как ты, но он полюбит тебя. Вот что делает с людьми Агапы. Но эти группы изначально подбираются по совершенно другому принципу. Если хочешь быть с нами, ты должен нравиться нам, а мы тебе. Тебе должно быть легко и комфортно с нами, а нам с тобой. То есть ты должен быть наш человек, на нашей особой волне. Не нашим тут уж извини, не место. Нет, нет, мы не прогоним тебя, ты просто сам уйдешь, и мы спокойно вздохнем. Никакой любви к непохожим, к не нашим, к отличным от нас тут и речи нет, не говоря уж о любви к врагам. Поэтому при всем хорошем, что может в таких группах происходить, общины учеников Мессии я их не считаю. Это не та экклесия, что способна выдержать натиск врат ада, о которой говорил Иешуа. Конечно, можно возразить и сказать, что вот этот человеческий фактор можно порицать сколько угодно, но он все равно был, есть и будет везде. И вопрос лишь в конкретной форме и степени его проявления. Даже в общинах, настоящих, настоящих таких вот серьезных кошерных общинах, люди все равно формируются, группируются, точнее, по самым разным человеческим соображениям. Например, по языковому признаку. В Израиле это совершенно обычное дело, потому что подавляющее большинство израильских верующих иммигранты. Поэтому у нас есть иврит, русско-англо- и амхароязычные общины, а также смешанные, то есть общины, в которых основной язык, язык богослужения иврит, но их члены из самых разных стран. В смешанных общинах иммигранты зачастую знают иврит, и во многих отношениях, или даже во всех, они полноценные израильтяне. Однако, если община выйдет летом в парк на пикник, и иммигрантов, к примеру, из Голландии, США или из бывшего СССР в ней достаточное количество есть, то, скорее всего, вы увидите, как люди рассядутся вместе по группкам, сформированным по языковому признаку. То есть будет группа голландцев, группа русских, группа американцев и группа коренных израильтян. Ну и по-человечески это, конечно же, очень понятно. Родной язык есть родной язык, когда люди выросли, воспитались в твоей родной культуре. Есть вещи, которые им вообще не нужно объяснять, есть вещи, которые они понимают с полуслова, есть юмор, который невозможно перевести и так далее, и так далее, и так далее. Я не считаю, что это плохо. Общины состоят из нас, из людей, и поэтому в той или иной степени разные человеческие факторы будут присутствовать обязательно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, какую роль они играют, центральную или подчиненную. Вот если какая-то группа состоит из искренних верующих, и даже если эти верующие собираются вместе для молитвы, а не для вышивания крестиком, ой, простите, шестиконечной звездочкой. Это еще не обязательно община мессии. В таком случае, что же тогда отличает настоящую мессианскую общину от чисто человеческого религиозного сообщества? Ответ, по-моему, заключается в одном слове. Власть. Поскольку община мессии является продолжением его самого, то ее отличает то, или должно отличать то, что отличало самого Ишуа от прочих учителей Торы, проповедников, целителей и экзорцистов своего времени. Что же это было? Ишуа был наделен Богом духовной властью, которой не было ни у кого из них. Народ удивлялся этой власти, Синедрион боялся ее и завидовал ему из-за нее. А сам Ишуа не только действовал с этой властью, но и постоянно говорил о ней, потому что основным его посланием было приближение царства Божьего. То есть владычество, правление, властвование Божьего над его творением, ну и прежде всего, конечно, над людьми. Ишуа получил от отца эту власть. Власть провозглашать приближение царства и распространять, конечно же, царство на земле через свое служение и личный пример. И поскольку он действовал не в вакууме, а на оккупированной территории, так сказать, распространение царства неименуемо означало конфликт с царством тьмы, распространение царства Божьего. Причем к царству тьмы относились не только бесы, которых он изгонял довольно часто, но и человеческое своеволие, то есть нежелание склониться перед Богом и его посланником, которое в конечном счете и убило Ишуа. Однако победа Ишуа над тьмой парадоксальным образом заключалась в том, что он позволил ей распять себя. То есть на кресте он не изгонял бесов и не приказывал дьяволу отойти от него, цитируя стихи из Танаха. Эти стратегии были хороши для исцеления больных и для искушения в пустыне. Но не в той ситуации. На кресте он просто умер. А на третий день воскрес, продемонстрировав, что именно таким странным, если смотреть на это чисто по-человечески путем, тьма может и должна быть побеждена. Вот это и отличает общину Мессии. Эта община уполномочена Богом, то есть получила духовную власть от Него утверждать и распространять Царство Божье на земле через свидетельство о Его победе. Это свидетельство и в словах, и в делах, то есть в образе жизни. Но принципиально важно то, что оно действенно, что за ним стоит духовная власть, и потому в нем заключается сила, и оно производит результаты. Что благодаря этому свидетельству люди не просто начинают посещать некие мероприятия, богослужения или собрания, и заниматься некой новой деятельностью. То есть раньше они не молились, вот теперь они молятся. Раньше они не постились, теперь они постятся. Раньше они не читали духовную литературу, теперь они читают духовную литературу. Суть дела совсем не в этом. А в том, что они переживают такую перемену внутри себя, что их обычная жизнь приобретает дополнительное измерение. Они по-прежнему работают, воспитывают детей, учатся, ведут домашнее хозяйство, управляют бизнесом, все что угодно. Но теперь они делают это вместе с Ешуа. И поэтому они делают все это существенно иначе. А молитвы и все прочее это лишь каналы связи с этим самым Ешуа. Вот картина, как говорится, маслом. Остался лишь один маленький вопросик. А где же ее взять-то? Такую общину? Мы с вами понимаем, что хотя она вполне возможно уже находится на соседней улице, стандартную модель нужно искать, конечно же, в Новом Завете. Но если вы надеетесь там найти какую-то идиллию, то будете сильно разочарованы. Да, у иерусалимских верующих, как мы знаем из книги «Деяния апостолов», все было общее. Можно так сказать, коммунизм в одной отдельно взятой общине. И в этом смысле была действительно идиллия. Как отец сыну дает все, что имеет сам, так и они друг с другом делились всем, а не только духовными вещами. Ну и, само собой, там были потрясающие чудеса, бурный рост количества учеников и гонения за веру. Однако были там и шероховатости, скажем так. В Иерусалиме были такие люди, как Анания и Сапфира, которые попытались обмануть общину и поплатились за это смертью. И мы не знаем, сколько таких Ананий и Сапфир там было. По крайней мере, пара была. Также в Иерусалиме грекоязычные мессианские евреи не всегда ладили с иврита язычными, когда дело касалось гуманитарной помощи, как мы это называем сегодня. В те времена она полагалась не всем подряд, а в первую очередь вдовам. И грекоязычные вдовы жаловались, что их обделяют. Вот это Иерусалим. Ну а в Коринфе, то есть в Греции, где проповедовал Павел, общину трясло намного серьезнее. В отличие от Иудеи, тамошние не евреи, приходившие к вере в Ешо, были не сочувствующими иудаизму, а самыми настоящими язычниками, которые до обращения к Ешо ходили в капище и поклонялись идолам. И поэтому Павлу приходилось объяснять вещи им, которые нам с вами сегодня, то есть почти 2000 лет спустя, кажутся просто элементарными. В общем, если мы хотим понять, что должна представлять собой община учеников Мессии, нам надо быть готовым к очень приземленным реалиям, а не исключительно к возвышенным. Что неудивительно, ведь окончательная победа на тьмой еще впереди и совершенно еще не настала. Царство Божие приблизилось, как сказал Ешо, и оно распространяется среди нас, но увидеть его наступление во всей полноте нам еще предстоит. Община состоит из нас, из людей из плоти и крови, у которых есть как Святой Дух, так и масса всяческих привычек, ментальных, волевых, эмоциональных и физических, не имеющих к Святому Духу ни малейшего отношения. Однако ведь и религиозная тусовка состоит из таких же, точно таких же людей. Из обычных людей, которые искренне верят в Мессию Ешо и которые хотят быть вместе. Но в таком случае, где же именно сосредоточена та самая духовная власть, которая отличает истинную общину Мессии от любого другого сообщества? В ком или в чем она заключается, если человеческая цветет пышным цветом и тут, и там, и в общине, и в тусовке? Подробно мы поговорим об этом в следующей программе, но предварительно можно сказать вот что. Поскольку речь идет о власти, причем о власти самого Господа Бога, то есть о Царстве Божьем, мы с вами сможем извлечь пользу из этого разговора, только при одном важном условии. От нас потребуется готовность признать эту власть там, где она действительно есть, и подчиниться ей. И в этом отношении дело обстоит так же, как с нашим признанием самого Ешо как Мессию. В седьмой главе Евангелия от Иоанна он сказал такие слова. «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении от Бога оно, или я сам от себя». То есть для получения духовной информации нужно иметь соответствующее духовное состояние, желание исполнять волю Божью. То же самое говорит немножко другими словами автор 24-го псалма. «Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Хороший пример человека, готового получить это откровение, есть в девятой главе Евангелия от Иоанна. Это бывший слепорожденный, которого Ешо исцелил. Он задает ему вопрос. «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» И человек отвечает на вопрос Ешо встречным вопросом, но послушайте каким. «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Знание того, кто есть Сын Божий, необходимо ему по одной единственной причине, чтобы веровать в этого Сына Божьего. Таким же должно быть и наше отношение к духовной власти, если мы хотим узнать о ней. Мы должны быть изначально настроены на подчинение истинной духовной власти. Конечно, разговор о подчинении духовной власти – это отдельная тема. Понятно, что как в любом деле, так и в этом есть и будут, и были перегибы, крайности, нездоровые явления. Однако все это не означает, что духовной власти в общине не может быть в принципе или она недоступна нашему распознанию. И поэтому этот вопрос поднимать не нужно. И единственное, что нам с вами остается – это отсиживаться в тусовках, где мы будем мило вариться в собственном соку. Если мы действительно верим в Бога, то нам придется также верить в то, что Он может утверждать и распространять на земле свое царство через очень несовершенных людей, таких, как мы с вами. То есть, что наши человеческие ограничения, грехи и слабости не могут лишить Его власти и силы, что Он может действовать вопреки им. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv «Возвращенные на Сиона» «Возвращенные на Сиона» и на сайте «Возвращенные на Сиона» и на сайте «Возвращенные на Сиона»